Здравствуйте! В пятницу утром увидели в интернете новость о том, что пропавший в конце января Александр Бачурин, 40 годков от роду, найден и жив. Пермские аргументы и факты сообщают, что пока правда без подробностей, где пропадал, но главное найден. И это… Теперь пробежимся по сообществам Соль ТВ в соцсетях. Начнем с сюжета про остановку на красном. Оказывается, вопрос волнующий и острый, под 40 комментов ВКонтакте и Одноклассниках. Согласно итогам голосования у нас ВКонтакте, большинству таки удобней, если бы остановка на прежнем месте была. Ну а теперь к комментариям. Просто новому предпринимателю надо срочно перенести свой алкогольный магазин. А как мы все знаем, алкогольной продукцией торговать в остановочных комплексах запрещено. Вот и весь расклад. Следующий. Идиотизм. Ни тротуара, ни нормального подхода к этой остановке нет. Кармана тоже нет. О какой безопасности речь? 100% это кому-то выгодно. Вот и весь ответ. Логично. Не правда ли? Еще читаю. Согласно ГОСТу 2007 года, они хотят перенести остановку. Где же вы были 12 лет? Такой вот коммент есть. Летом убрали остановку на Шахтерском. До сих пор не перевели в надлежащий вид. Дети утром стоят под дождем и снегом на ветру. В районе нет школы и им приходится ездить в другие районы. Когда установят остановочный павильон? И внезапно на этот коммент ответил аккаунт Пермский край 2.0. Работы по установке остановочного комплекса на Шахтерском запланированы в летний период 2019 года. Точка. Вот и прояснилось. Ну а пока держитесь там. Ну а что касается остановки на Красном, за которой весь сыр-бор, то по нашим последним данным сейчас рассматривается вариант переноса остановки к торговому центру Янтарь. Ну мы в общем будем следить за развитием ситуации и вы тоже следите. На этой неделе в одном городском сообществе ВКонтакте появился пост с фотками и информацией о том, что в Автодоре студенты собрались на классный час по поводу дня рождения Высоцкого. Посмотрели фотографии, видео с его интервью, песни послушали. И все бы ничего, если бы не коммент. Читаю. Я смотрю, пацанам то вообще интересно. Сейчас и вы увидите, как пацанам интересно. А теперь к еще одной резонансной теме уходящей недели. Видео с высоты над камой, в которую из трубы что-то льется. Во всех пабликах, где это видео появлялось, народ делился на два лагеря. Мы в эфире в эту ситуацию ясность уже вносили. Приводили официальные комментарии от Уралкаалия и из городской администрации. Но насчет поднятого ажиотажа все-таки есть что сказать. Почитаю комментарии. Вот прям большими такими буквами написано. Это чистая артезианская вода и не надо панику поднимать. Откуда я знаю? Потому что работаю в сфере водоснабжения. Точка. Ну, для полноты картины не хватает еще и фотографии трудовой книжки с соответствующей записью. Не, ну а так-то аккаунт реальный. Фотографии есть. То есть человек настоящий. И не какой-то обезличенный фейк-аноним-однодневка. Наверное, знает, что говорит и, если что, за слова свои ответить сможет. ПК. Поливочный кран. А что течет из этого ПК? Вода. Ясно, что не пиво. Хотя были комментарии, что вот, мол, рыба уже мрет. Правда, опять же, без фотографий дохлых рыбок и без сканов и фотографий экспертных заключений по вскрытию дохлых рыб, где было бы написано, что действительно рыбка окочурилась от большой концентрации соли. Еще в комментариях писали, что какие-то знакомые рыбаки в какие-то фантастические истории попадали. Ну и вот еще какое мнение зачитаю. Людям дай повод запаникуют. А люди, которые знают хоть чуть-чуть историю места, где произошел провал и производство уралкалия-живут спокойно. Вода это не рассол. И на рыбу она уж точно никак не повлияет. А вот отдыхающие на берегах люди больше опасности представляют для реки. Выброс мусора, бутылок и прочих отходов в реку. Или в реку. Вот эти бы слова, да в уши всем паникерам и легковнушаемым людям. Чё? Проверяйте любую информацию, а уж тем более слухи, домыслы и предположения. Не доверяйте обезличенным аккаунтам без фотографий, потому что неизвестно, кто с этой странички сидит и с какой целью пишет всякое. Ну, хотя бывало, что еще из реальных страниц люди всякий бред писали. Короче, думайте своей головой почаще, смотрите новости, читайте новости, а главное, обсуждайте новости. Ведь именно в спорах рождается истина. До свидания. Вот ходят сплетни, что не будет больше слухов. Абсолютно. Ходят слухи, будто сплетни запретят. Субтитры создавал DimaTorzok